Ну ты готов? Всегда готов. Ну, короче, здорово, братья мои меньшие. Вот. Не смотри в камеру. Ладно, если шуток. Значит, спустя пять лет после того, как мы снимали последний ролик распаковки с мутантом, вновь пришла в голову чудная идея возродить этот формат. Да? Да. Соответственно, мы решили что? Ну что мы решили, мы же решили что-то или нет? Мы решили распаковывать коробки со всяким хламом опять. Точно, точно, точно. У меня на самом деле была важная причина отсутствия моего. Потому что вот помнишь, когда вся вот эта замута с Таносом была? Ага. Щелчок. Я же тоже попал вот под это все. Ё-моё. А я-то думал, где ты был? Меня тупо в труху просто на атомы меня раскидало. Ну и каково это было вернуться спустя столько лет? Сколько там? Три года, да, получается? Да, я же не знаю, сколько ты отсутствовал. Ну вот где-то три года. Я был как бы мертв и я тупо не мог сниматься. Это было не очень приятно. Я очень долго восстанавливал. Остальные еды? Восстанавливался. Витаминки пил, там, к психологу ходил. А, ну да, нормально. А потом ковид. Представляешь? Ой, все. Сначала тебя в труху просто размазывает, а потом еще ковид. Ну, ладно. Главное, что пять лет прошли. Мы снова вместе. Мы снова... Команда! Мы снова можем заниматься своим любимым делом. Доставать коробки. И нести всякую афини, на самом деле. Доставать из них всякий хлам и радоваться этому. Распаковка с мутантом. Новый сезон. Долгожданный. Лучше, чем на Disney+. Уважаемые друзья, значит, вновь мы получаем коробочку от замечательного комикс-шопа комикс-поросен. Те самые, которые, собственно, мне прислали карточки по воинам скелетов. Ты помнишь, да? Я смотрел. Тебе понравилось? Да. Отлично. Вот он, кстати, сказал, что ему понравилось, и после этого он решил вернуться. То есть, он долго наблюдал за нами со стороны, и вот прямо сказал, что все, пора, время. Кто не видел, ссылочки... Ссылочки? Вот тут... Вот тут... Может, вот тут? И в описании. И в описании, да. Окей-окей. Коробка. Коробку надо показать, поэтому сейчас дайте мне буквально секундочку. О-о-о-о! Это первая коробка, которую не я притащил. То есть, для меня это будет прям... Спустя пять лет очень многие вещи поменяются. Если ты приблизительно знаешь, что в ней, потому что ты это все заказывал, то я вообще не знаю. Но мое паучье чутье мне подсказывает, что там очень много всякого ретро-хлама. Однозначно, да. И, кстати, говорят, твое паучье чутье тебе не подводит никак, да? Паучье чутье. Паучье чутье. Паучье чутье. Вот. И самое главное, знаешь чего? Нам надо будет рассказывать о каждом элементе, который я буду тут доставать. Даже если ты ничего не знаешь, тебе придется что-то приблизить. Я все знаю. Я знаю. Но ты отсутствовал столько времени. Мир не сильно изменился, на самом деле. Так это же ретро-хлам, а он же как раз... Ретро-у-ретро, все, хорошо. Это мое время. Спасибо огромное заранее магазинчику Комикс Поросян. Вы очень классные. Комикс Поросян. Они делают комикс Поросяна. Они выпускают свой комикс. То есть, они прикольные. Очень крутые ребята. У них прям хороший ассортимент, на самом деле много всего интересного. И мы будем потихонечку доставать из этой корабулины штуки. Причем, чтобы не создавать лишнего шума для вас, друзья, мы коробочку уберем и будем доставать оттуда по одному элементу. И, соответственно, о нем рассказывать. Окей? Договорились? Значит, первое, что мы отсюда достанем... Ну? И что это? Флэш Гордон? Флэш Гордон и Флэш Гордон. Это комиксы по Флэшу Гордону. Да, друзья, те, кто помнит, те, кто знает, Флэш Гордон – это очень крутой герой. Один из защитников Земли. Ты не знаешь ничего про него, да? Не, ну я как минимум не знаю. Типа, как называют это? Межеватель, что ли? Нет, тут еще саундтрек такой. Флэш! Вау! Защитник Земли. Эколог, что ли? Ну, в принципе, да. Гретл... Ты что? Тут же саундтрек писали «Квины». Столько радостей. Порки Пик. Порки Пик. Отлично. Порно Пик? Порно Пик, да-да-да. Хьюи, Дьюи и Луи. Да, я посмотрю, какого хоть это года комикс-то. Тут ты так и не сказал. Ну, во-первых, это адаптация фильма. Часть первая – адаптация фильма. Смотрите, друзья. Вот так выглядит обложечка. Суперпостер. Да. Суперпостер. Так, окей. Значит, мы видим, что это восьмидесятый. Друзья мои, восьмидесятый... Ой, секундочку, секундочку. Восьмидесятый ГГ. Вот, смотри. СУККО. Вот прям я открыл на рекламу супергероя СУККО. The Boys. Пацаны. Реклама пацанов. Кто смотрел сериал «Пацаны»? Ты смотрел? Это типа оригинальный комикс? Да. Я вот только начинаю смотреть. 66-й выпуск. У меня все впереди. Очень круто. Но я знаю, что это дико крутой сериал. Да-да-да, очень крутой сериал. Гораздо интереснее «Ванда Вижн». Ну, интересный комикс, что я могу сказать. Да ты просто не знаешь ничего про Флеша Гордона. Так и скажи. Ты зануда тот еще. А между прочим, вот этот мужик похож. Ребяточки, вы помните, был такой замечательный фильм, который назывался «Большой переполох» в маленьком Китае? И вот там был китаец такой прям. Очень похож. Типа шутка. Смотри. Это коробка. Металлическая коробка. Пустая. От конфета. От конфета. Он не врет, она реально. Она пустая, но я люблю всякие такие холдеры, поэтому как бы я решил взять холдер от комиксов. Лежали в комиксы. Хочешь сразу туда Флеша Гордона положить? Здесь можно запекать этот… А не войдет? Как это называется? Кого? Чиз-скейк. Чиз-скейк. Вот, можно, кстати. Да, вполне. Блюдечко. Ну, чуть-чуть помелось, пока ехал. Так, ладно, что у нас там дальше на очереди? Я говорю всяких холдеров. Смотри. Здорово. Фантом. Да, это Фантом. Я помню комиксы про Фантом. Мультик еще будут. Вот я почти собрал комиксы. Мультик Фантом 2040 на шести кассетах есть, но у меня только четыре с шести. Ну, не доставай его оттуда. Ну, зачем тебе это то, ладно? Ну, что… Ну, поставлю на полочке, никогда не буду трогать, буду пыль с ним наддувать. Ну, вообще, да. Не, а смысл вот Фанкапоп распаковывать? Они же превращаются в отразительные фигурки. Ну, согласись, вот если распаковать Фанкапоп, то получается дичь. Так, хорошо. Ну, да. Следующий кусочек посылки будет выглядеть для нас вот так. Хочешь что-нибудь для меня интереснее? Так, ну, эти самые охотники за привлечениями. Ну, показывай сразу людям, показывай в камеру. Отлично. Охотники за привлечениями еще куда не шло. Хайлендер, знаешь, что такое? Друзья мои, это горец. Он просто не шарит. Хайлендер, это он оригинально называл? Да, да, да. Хайлендер? Да. Я думал как-то, не знаю, Маунтин Диво. Маунтин Диво, да? Кинг Конг. Маунтер. Адаптация, кстати, киноадаптация Кинг Конга, да, в комиксах прикольно. Кино? Да. Официальная адаптация фэнтези классика. Фэнтези классика. Фэнтези классика. Ахахахаха. Вот еще Double Dragon. На, скорей. Официальный адаптация, ой, он еще и черно-белый. Да. ЧБ. Ничего себе, да? Посмотри, какого года он, пожалуйста. Сейчас. Ну, ЧБ, зато рекламы нет, кстати. Ну, чуть-чуть там есть. Ну, там всякие... Год, год, год. Мне кажется, Ford T рекламируют, да, там, наверное? 90-е. Ford T рекламируют, да? Да. Почти такой же свежий, как и я, блин. Ну, тот, первый автомобиль у нас. Похоже на карету, на колеса. Отличный автомобиль. Индейцы. Женщина, индейцы, мужик. И обезьяна гигантская. А где обезьяна-то? Ее не показали здесь? Да. Не в этом много. О, смотри, своё жертвоприношение. Жертвоприношение. Для обезьяны. А это, наверное, только первый кусок по-любому комиксов. Подождите, подождите. Воу, воу, воу. Наводи, полегче. Воу, воу, полегче. Да? Как рисовали-то в 90-х, а? Умели, не то что. О, вот и обезьяна. А-а-а! Ну и что, обезьяна в последний момент появляется. И все, и продолжение следует. Все. Ну да. Ну ладно. И теперь ваши жалкие фантазии должны самостоятельно работать и думать о том, что же будет дальше. В 95-м, да. В 95-м, да. Фантазии 90-м, знаешь, какие были? О-о-о, приходи. Так, окей, что у нас следующее? О-о-о, смотри, 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 смотри. Да, это Супермен. Обратите внимание, это не просто Супермен. Тут, кстати, у ребят всегда подписано, что это такое. Во-первых, это увеличенный формат. И во-вторых, это первое камео Джона Генри. Back from the dead? Да. Back from the dead. Смотри, смотри, как прикольно сделано, да? Да, прям, да. Приятная новость. Может вы покажете, там они самолюбованием занимаются. Чтобы вы понимали, здесь наклеена вот такая штучка. Ну, рассказывай, давай, что ты видишь? Я вижу Супермена. 93-го года комикс, друзья мои. Очень прикольно нарисован. Очень прикольная печать, увеличенный формат. То есть он отличается от того, что делали они в то же время. Может вы покажете все-таки? Хорошо, простите. Обратите внимание, то есть увеличенный формат самого комикса, в чем он заключается. Ну, если мы откроем первую страницу, то мы сразу видим, что, во-первых, поля стали чуть-чуть поменее. И, собственно, больше места для того, чтобы комиксы. Он дорогой обычно стоил? Да. О! Это комикс достаточно дорогой. Плюс 10% бесплатно. Ну, туда-сюда. Больше страниц и больше комиксов. Сразу, кстати говоря, реклама Мегамена. Пластик Мэн. Ну-ка, кстати говоря, вот ты взял. Ну-ка, расскажи про Пластик Мэн. Что ты знаешь про Пластик Мэн? Я знаю про Халка Хогана только. Про Халка Хогана? Ну, он на другой стороне. Это понятно. Расломания. А про Пластик Мэн ты знаешь что-нибудь? Это пластиковый человек. Пластиковый человек. Вот DC, между прочим. Да. Достаточно комичный персонаж. Да. Да мы все знаем, что ты долюбливаешь. Тут будет кое-что, что ты любишь. О! Вот этого я жду. Ага. Пластик Мэн это такое. А как вы думаете, что любит мистер Паркер? Он любит зеленых четвероногих. Фетушку Мэй. Мистер Паркер. Ну, кстати, да, можно ответить, почему нет. Показывай сразу людям, что ты там видишь. О! Реклама Пэк Мэна. Пэк Мэн. Пэк Мэн. Сейчас. Какой-то год. Самого комикса ты имеешь в виду? Подожди. Это игра, да. Комикс у нас 88-го года. Он мне ровесник буквально. О! А ведь они не знают, сколько тебе лет. Ты сейчас пальчишься? Да нет, там еще из-за щелчка там вообще все поменялось. Ага. Там непонятно сколько. Ну, у тебя борода всегда осталась. О! О! Реклама. Что там? Глянь, какая-то песта. Quick shot for hot shots. Самая крутая здесь реклама. Все ваши комиксы. Да. Фантом, кстати говоря. Вот-вот-вот-вот. Реклама Фантома, пожалуйста. В большинстве комиксов. Реклама, реклама. Ну, слушай, они так двигались. Сколько комиксов стоили в то время? Доллар? Ты покупаешь за доллар целую прям пачку информации полезной. Интернетов-то не было. Интернетов-то не было. Интернетов-то не было. Ханчо. Охотница. Ну, новый бой. Прикольно, прикольно, прикольно. Интересный супергерой пластиковый человечек. Да. Мне понравился. На, ты следующий. Хеллблейзер, пацаны. Кто на это такой Хеллблейзер? Пишите в комментарии. А, нет, на самом деле это же Джон Константин. Ты чего? Ай, вообще зануда. Вот, не было, да, человека пять лет? За пять лет вообще все поменялось напрочь. То есть, ну, вот ты, дружище, ты же знаешь, что такое Хеллблейзер. А он нет. Ты Константина смотрел? С Киану Ривзом. С Киану Ривзом, да? С Киану Ривзом. С Киану Ривзом смотрел. Вот. Собственно. Покажешь ли, где тут Киану Ривз? Нет, здесь нет Киану Ривза. Ну и все. Здесь есть всякая нечисть. Без Киану Ривзом. А еще приколюха в том, что у него белые волосы. Ну, а у Киана Ривза были обычные волосы, черные. Ну, цвета тьмы. И, конечно, реклама, реклама, реклама. 28 июля везде. Пятница. Для меня это уже не канон. Дэдли Класс. Дэдли Класс – это еще один комикс. Кстати говоря, выходил один сезон даже сериала. Академия Убийц называется у нас русская адаптация. Очень прикольный сериал. Мне, правда, понравился. Идея забавная. Кланы, убийцы. А вот это очень прикольная штука. Это, друзья, ну, он тут такой завуалированный автограф, но присутствует. Специально сделана для Комик-Кона в, собственно говоря, Сан-Диего. Очень прикольная такая штучка с рекламой марвелских комиксов различных. На обложке которой находится тот самый Стэн Ли. Да, именно из-за этого она редкая. Но это надо посмотреть, согласен с тобой, тут ничего не сделаешь. Это же батька наш. Батька. Атаман. А внутри, да. Нет, внутри рекламы комиксов. Стэн – это что такое? Ну, его автограф, но напечатанный, конечно. Вот если бы это было не напечатано… Ну, если бы ДК были, ты же знаешь, да? Вот есть правила определенные. Это стоило дороже, чем сейчас. О, тут вот уже… Ой, голозенки-то побегали уже. Увидел, да? Увидел своих ребят? Нормальная тема. Тут, в общем, различные комиксы, которые выходили к моменту 1988-го года. Ну, ничего особенного нового здесь не будет. Немного скетчей, немного комиксов. И все. Ну, брошюра своеобразная. То есть, ничего общего с комиксами не имеет. Ну, просто художники, которые на тот момент были актуальными. Понимаешь? Это все заканчивает. Это листание твое вот это вот… Стэн Ли, друзья. Стэн Ли. Просто бать его видел. Это у нас арты, да? Да, 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 да. У нас сразу несколько арчей. Но мы их открывать давай с тобой не будем. Просто посмотрим. Тут почти… Значит, смотри, у нас 19-ый, 21-ый и 22-ый выпуск Арчи. Очень прикольно. Кстати говоря, из них самый дорогой был, угадай какой. Да. Самый дорогой выпуск был вот этот. Причем там фишка в чем. Был своеобразный аукцион. Ну, как аукцион. Кто успел, тот поставил ценник свой. Соответственно, я поставил цену оригинальную. У меня там еще была скидка почти 30% на него. И, соответственно, там были люди, которые писали просто готов купить. Там за миллион, за три миллиона, два миллиона. Какого номера начал этот кресталом рисовать? Интересно. Слушай, ну не здесь. Там линейка другая уже была, где он рисовал, значит. Ну я проверю на всякий случай. И посмотри на то, что нет. У тебя один номер с припасками тут что это распаковали? Но у тебя же руки-то трясутся до них, само собой. О, игра первая на NES. Вот эта вот ужасная, непроходимая. Нет, она на Dendy была непроходимая. А, на NES она как раз проходится вообще легко. Это же был баг игры на Dendy. То есть она не проходилась, потому что это был пиратский баг. Какой там был баг? Ты не путаешь? Когда пират, когда самая первая часть на NES проходится. Она на Dendy не проходится. Она везде проходит, непроходимая в смысле сложная. Нет, а на Dendy есть именно баг, в котором ты не можешь допройти миссию. Ты шрадра гасишь, 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 гасишь. Чувак, это вторая часть. А-а-а-а. Ха-ха-ха-ха. Человек не шарит. Человек не шарит. И лечит. Всякая вера не давит. Ну, ты посмотрел где-то малым твой? Автографы, кстати, у меня вон стоят, два штучки. Один и второй. Ну ладно. Нет, нет, я тебе говорю, это скорее всего другая линейка однозначно будет, поэтому... Вот это круто. Double Dragon 3, 2, 1, 5. Сега, Дженезис, везде рекламка, покупай дорогой, очень вкусный шашлык. Да? Вкусный, большой. Вот вытащил, как он переставляет? Ладно, потом вставляет. Да потом ставишь. Вставляешь? Смотри, ты во всяком театре страны потом ставишь. Что? Так, хорошо. Следующая линейка была, к сожалению, не до конца добитой. Супермен против Терминатора. А Шварценеггер там есть? Ну какой там тебе Шварценеггер? Нет, ну тут Шварценеггера. Здесь есть супермены. Одного выпуска не хватает, к сожалению, мне. Но уже едет, я договорился с Терминатором. Ну а какой там Терминатор? Там вот такие? Ну Т-800, да, 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 да. Против Т-800, то есть там исключительно в таком режиме. Я, честно, не читал линейку, поэтому почитайте, я расскажу потом. Понял? Кто еще читал? Много чего читал. Трон. 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 Оригинальная дотация фильма. Трон. Есть два фильма. Трон. Опять же. Есть два стула. Смотрите, эта дотация, как раз, я так понимаю, уже крайнего фильма. Диснеевского, да, последнего. Крайнего. Так у него и последнего. Почему последнего? А вот это ты знаешь? Богус. Итак, это приключения Билла и Теда. А-а-а. И кто там был главным героем? Билл. А, Тед кто такой? Тед. А кто играл Билла? Киану Ривз. А, Киану Ривз. Тебя давно не было. Да, на самом деле, очень прикольно. Первый выпуск. Приключения Билла и Теда. Тоже не будем распаковывать для вас, потому что, ну, смысл это время тратить прям. Не вижу. Киану Ривз всех играл. Всех играл Киану Ривз точно, согласен. Значит, Темный Рыцарь Шаман. Опять же, не хватает одного выпуска мне для... Линейки для полной. Шаман-король. Шаман-кей. Итс-а-шаман. Так это Бэтмен. Я тебе сказал, Темный Рыцарь, что ты хоть? Это Бэтмен. Какой ты Бэтмен? Темный Рыцарь. Опа. Приключения молодого Индиана Джонса. Первый, второй выпуск. Тоже присутствуют. Открывать вам их не будем, потому что это будет долго, бесполезно, но прикольно. Итак, немножечко о DVD и VHS. На, смотри. О! Черепашки исчезновения Леонардо. Пять серий. Представляете? 118 минут. Ну, я так понимаю, что в состоянии не очень, конечно, DVD-шное. Пару лицух VHS-ных. Это тот самый, кстати, Бэтмен, помнишь, в котором у Джорджа Клуни сосочки стоят весь фильм? То есть самый прикольный костюм. О, у Шварценеггера. А Киану Ривз тут есть? Нет, у Шварценеггера там, помнишь, сосульки, которые, ну, были такие, очень мягкие. Лицензия. Американский циклнадо. Прям потрясающе здорово. И тут же, кстати говоря, один классный фантастический фильм Уиллоу. Тоже прикольно. Смотрите, смотрите, смотрите. Это как современный винил. Да, как современный винил. Она красного цвета. Очень прикольно. Ты видел, как красные кассеты? У меня зеленые были. Нет, зеленые у нее у нас были. И желтые были. Там маска у нее половину. Главное найти не красную кассету. Ну, ты, конечно, находил порно у себя в... Конечно. Много раз? Все. Все. Ну, как порно там. Эммануэль, ты считаешь? А, не, Эммануэль... Ну, в 90-х это ох, какой. Да-да-да-да. За неимением. Согласен, за неимением согласен. Так, фантастик так и работал. Ну, немножечко чтиво. Давай сразу наставим все. Почти добили коробку. Как книжки читали? Да. И собираем. Собираем вот такие, кстати говоря, издания. Может быть, ты видел. Звездных войн. Очень много, кстати, собрал. Желтые, пожелтые. Слушай, ну это старая линейка. Прям совсем старая линейка. Есть еще старые от азбуки, говоря. Вот мне, пожалуй, хрустальная звезда. У меня книжечки 4 от азбуки есть. 25-й год, да. Прям такие ретро-райки из дворца Джабаха. Да. Поэтому прям годно-годно. Можешь байкер. Сериал «Десятая королевство» смотрел? Она на VHS была. «Десятая королевство» тоже. Да, этот сам, Киану Ривстон снимался. Мне кажется, это и есть Киану Ривстон. Это же Киану Ривстон. Напишите ответ. Ну, знаменитый французский актер. Киану Ривстон. Книжечка Кинга. «Русское гражданство». Четыре после Палунджи. Ну, Кинга. Зачем ты купил книжку Кинга? Ну, мне хотелось. Там у ребят распродаж было что-то. Смотри, Конан. Дойль. Конан Дойль. Да. Не знаю, кого он там Дойль, а этот Конан твой. Вот, кстати говоря, классная книжечка. Достоевская. Это приключение. Муми Тролли. Вот это тема. Ну, точно такая же. Ну, у меня, по-моему, не точно такая же, но вот из этой же серии. Да, вот это крутая. Ну, и еще одна книжечка по, собственно говоря, Star Wars. Вот у Митролли, в отличие от этого всего, можно даже почитать. Я согласен, у Митролли очень круто, поэтому я решил, что надо взять. Надо поставить на пол. Разложить. Никогда больше не трогать в жизни. Ну, я так и делаю с большинством своих штук. А ты? Вот. Ха-ха. Такой была эта распаковка, друзья мои. Спасибо огромное еще раз, Комикс Поросян. Были плюшки, здесь которых нет в коробке, потому что я успел это достать. Ну, например, были карточки по Скильдену Ворьерсу, но я так долго их ждал, что прям достал, первым делом распаковал, добавил в коллекцию и понял, что у меня теперь не хватает для полного сета всего лишь 24 карточек. Найдем. Соберем. Все будет огонь. Если вдруг вы забыли, каково это было раньше, смотреть наши, собственно говоря, видосики с Мутантычем, то вы обратите внимание, что в конце будет много-много сносочек на видосики. Ну, здесь вот. Вот тут, вот там, здесь, вот тут, везде. Раньше было лучше. Трава была зеленее. И девки были. И девки были, точка. И девки были, точка, да-да-да. Всем спасибо, друзья, рады были вас видеть. Мы же рады были видеть их. Да, смотрите предыдущие выпуски, потому что этот как-то не очень. А почему не очень? Если его смонтажить нормально, нормально будет шотыхать. Хорошо. Мне все нравится, но первый блин все равно к вам. Смотрите. Новый сезон распаковки с Мутантом. Вот, будешь сам приносить лоты и будем распаковывать Мутант. Понял? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...